Евангелие Ана, глава девятая Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не сможет делать. Доколе я в мире, я свет миру. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему, пойди умойся в купальню Силуам, что значит посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили, не тот ли это, который сидел и просил милостыни? Иные говорили, это он, а иные похож на него. Он же говорил, это я. Тогда спрашивали у него, как открылись у тебя глаза? Он сказал в ответ, человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал мои глаза и сказал, пойди на купальню Силуам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел. Тогда сказали ему, где он? Он отвечал, не знаю. Повели этого бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз им очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им, брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу. Тогда некоторые из фарисеев говорили, не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили, как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними распря. Опять говорят слепому, ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи. Он сказал, это пророк. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали его родителей. И спросили их, это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит? Родители его сказали ему ответ. Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Он сам в совершенных летах. Самого спросите. Пусть сам о себе скажет. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев. Ибо иудеи уже сговорились, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Поэтому-то родители его и сказали, он в совершенных летах, спросите самого. Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему, воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник. Он сказал им в ответ, грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Снова спросили его, что сделал он с тобой, как отверз твои очи. Отвечал им, я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками? Они же укорили его и сказали, ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Всего же не знаем, откуда он. Человек прозревший сказал ему ответ, это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слышно, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, он не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ, во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и нашед его, сказал ему, ты веруешь ли в Сына Божия? Он отвечал и сказал, а кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него? Иисус сказал ему, и видел ты Его, и Он говорит с тобою. Он же сказал, верую, Господи, и поклонился Ему. И сказал Иисус, на суд пришел я в этот мир, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с Ним, сказали Ему, неужели и мы слепы? Иисус сказал им, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Продолжение следует... Продолжение следует...